Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня у нас Микеле Мариески. Венецианский художник 18 века. Писал и ведут их. Это пейзажи городов. Как реальные, так и фантастические. Не принадлежал к числу наиболее прославленных художников-пейзажистов. Венец таких, как Каналета или Франческо Гвардия. Данное обирозники Педи считают, что часть жизни он провел в Германии. Об этом свидетельствуют акты выплаты денег художнику немецким меценатам за создание картин. Сам Мариески происходил из семьи гравюра, где вероятно и получил первые художественные навыки. Хорошо разбирался в перспективе. Работал как театральный декоратор. Приобрел известность в 1730-е годы в Венеции после смерти Корливариса. И подобно Корливарису начинал как художник-сценограф. Приписан был он гильдии венецианских живописцев. Мариески увлекался работами Корливариса и сам, будучи гравюром, выполнял афорты его ведут. В городских пейзажах художника пространство, площадей, виды большого канала переданы документально точно и в ракурсе угловой перспективы. Его ведут и моста Риальто, который он часто писал с разных точек зрения, варьируя композиционное построение картин, но всегда выстраивал его по законам сонографии. В его полотнах моста Риальто, набережная Дель Карбон, кстати, картины в Петербурге, в Эрмитаже находятся. Присутствуют архитектурные кулисы, четко ограничивающий вид, намеченные оптические камеры. Неглубокое и замкнутое пространство открывается с угловой точки зрения, образуя подиум, сцену и декорационный задник, которым последовательно вторит более темный первый план и более светлые по колориту дальние планы. Ведут их Микеле Мариеске, как и в произведениях Корлевариса, ощущается аналитическое начало и описательность, подчиненные общему декоративному решению. На раннем этапе творчества рисовал фантастические пейзажи городов на основе зарисовок реальных архитектуры. Позже охотно рисовал реальные пейзажи Венеции. В период между 1735 и 1741 годами найдена запись о его регистрации в гильдии художников Венеции. Сохранились свидетельства о его свадьбе, где одним из свидетелей был художник из Венеции Гаспари Дициани. Много занимался гравюрой, используя технику афорта. Умер в возрасте 33 года, в 1743 году. Ну вот так вкратце о Микеле Мариеске, венецианском художнике, который писал ведут. Пейзаж городов реальный и фантастический. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин